Всем привет! Сегодня нам с мамой пришла очень хорошая идея сделать зону отдыха более красивой. Ну, если будем честно говорить, было непрезентабельно. Мы нашли более красивые палеты. Я в интернете посмотрела, как из них сделать сидение. И там столько было всяких вариантов. Я загорелась, думаю, надо делать. Мы их уже вот так вот составили с мамой. Пришлось мне уже выкопывать один венкол. Он был настолько большой. Он был крайний. И вот знаете, сколько было по высоте? Ну, где-то 2 метра. Не совру. Вот. Я его выкопала, и мы составили палеты. Но сейчас предстоит мне укрепить нашу композицию, поэтому я попросила у папы гвозди, молоток. И буду сейчас прибивать вот этими гвоздями. Ну, собственно, я выберу, какой мне подойдет по размеру гвоздик. Вот для таких палетиков, да. И прибью молоточком. Что нужно прибить? Нужно прибить вот эту вот спинку, чтобы она ровно стояла к нашим поддонам нижним, к сидушке. Вот одна рука здесь, другая там. Ноги убирай, да. А не смотри. Ага. Отлично. Стой. Отходите. Среди пальцы убирайте. О, отлично. Я начала забивать, у меня аж жарко стало так вообще. В общем, решили еще приколотить, чтобы никуда они не ерзали нижний к верхнему. На таких палетах очень удобно отдыхать, но в отличие от предыдущих палетов, которые у нас стояли, мы их подняли, поставили один на другой. Теперь нам более удобно. Еще нам не хватало длины. Мы хотели полежать, но места хватало только на посидеть. Поэтому сейчас ложа большая, и здесь можно будет и посидеть, и полежать, и чай попить. И при желании можно, не знаю, даже какой-нибудь столик сделать. Но это все в будущем. Но я не только буду сколачивать, я хочу еще покрасить, чтобы наши палеты выглядели очень красиво. Чтобы можно было не просто думать, ну да, вроде хорошо, но и красиво. Чтобы можно было сказать, что это красиво. Ну что, наша конструкция сколочена, мы ее соединили, словно пазлы, и сейчас мы потащим шланги, чтобы помыть их от песка. Ну, а если у вас, собственно, поддоны чистые, то можно опускать этот шаг. Шланг приходится тянуть аж с конца огорода. Ближе нету у нас. Просто тут шланг занят. Нам нужен напор воды просто. Вот сейчас мы сюда подключим, и все. Папа сейчас сделает. Клоши так у вас классно висят. Я их помыла, потому что... Ну, просто вот так, а они чистенькие. Сохнут. Какую? Не она count. Клоши так знать. Клоши так głен. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Как наша зона отдыха высохла, я буду её красить. Но сначала решили, что нужно покрасить дверь, она более важна. Я уже, знаете, прям представляю, как я буду сидеть здесь чаёчек попивать. Мы ещё с мамой вчера вечером продумывали, какой столик сделать. У нас есть идея, но этот столик мы будем делать уже позднее. Вот, притащили вот наш такой пень. И, скорее всего, он будет как ножкой, а сама крышечка мы её из другого материала сделаем. Хулиганка. Хулиганка. Теперь мы её не отпускаем. Она бегает только под нашим присмотром. А так сидит вот здесь на привязанной. Ты у нас всё грызёшь, всё сгрызаешь. Мы ей специально палку дали, а тут шишку сидит, грызёт. Хулиганка наша. Вандал. Мы вандалами её называем. Вандализм, потому что у неё... Всё потому, что щенок молодой, зубы у неё чешутся, ей надо что-то грызть. Делов уже наделала, поэтому себя обезопасиваем. Хотим обезопасить себя от дальнейших и следующих вандальных актов. Всё, папа дал мне краску. В общем, запомните эту дверь такой. Больше она такой никогда ржавой не будет. Субтитры делал DimaTorzok 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 А вот такого размера уже слива будет много урожая, это я прям гарантирую. Субтитры делал DimaTorzok Ну все, закончила я с дверью, ее теперь не узнать. Вот она какая. Сейчас будет сохнуть. Когда она уже высохнет, я вот эту ручку докрашу. Нужно сейчас, чтобы ее так открывать, например. Отлично, видите, как сейчас обновленно все. Красота-то какая. О, круто. 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 Продолжение следует... 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 чай сидеть в общем крутое место для отдыха зона отдыха насчет наших огурчиков так как было похолодание мама решила все-таки все их посадить именно под банки таким привычнее и лучше там такая тепличка прямо образовывается видно что запотело все и так лучше в общем и как вы помните здесь мы сажали редиску и я знаете удивилась насколько быстро она взошла и лучше пока зашли семена мультипульти сорта а сорт дениска он как-то более реже взошел вы понимаете всего лишь за пять дней на удобренной грядке взошла редиска и это очень круто сейчас мы стараемся через день поливать и она такая прям хорошенькая хорошенькая но это не вся редиска мама еще сажала вот здесь вот ее тоже здесь очень много она хорошая здесь вот и здесь а вот так вот выглядит грядка которую мы сажали зимой все выжило несмотря на на снега на минусовые температуры будет расти мы будем использовать для салатов видите как здорово никакие холода не помешали и все взошло все что мы посадили вот здесь тот же укропчик все здесь хорошо растет у нас так что нисколько погода не повредила нам наш урожай винограде посмотрите какие уже огромные листья и мама ходит опрыскивает все как называется эта штука опрыскивать этот как жук жук называется нет или как это же штука короче они же разные есть просто опрыскивать или все ждали чтоб ветра не было все равно ветер есть знаете за то время что я здесь что-то делаю там заборчики плетень до декоративный там клумбы мы с мамой делаем крашу что-то зону отдыха сделала я поняла что все таки я по натуре человек создатель мне нравится из чего-то делать что-то и главное чтобы я видела результат это что-то чем можно было пользоваться что приносило бы там эстетическую радость практическую радость какую-то да в быту и я в последние дни много смотрю в интернете всяких интересных фишечек что можно было бы сделать для сада огорода из подручных средств не что там именно покупай да вот у нас есть там доски какие-нибудь материал какой-то что я могу из этого сделать и я прям рада что мне пришла такая идея создание этой зоны отдыха ведь это действительно круто мы давно они думали мама сказала еще может быть стоит сделать какое-нибудь место для сидения под навесом когда дождливая погода я грыну принципе можно было надо об этом подумать вот мне кстати кажется что на самом-то деле таких людей которые любят что-то создавать своими руками не так много если вы тоже любите напишите в комментариях что вы сделали из подручных средств возможно даже какую-нибудь идейку смогу перенять что-то ждать за кучей и и и Какая-то куча идёт, да? Уже, Ксюша, маленькие игрушки есть. Такие маленькие. Совсем забыла про перчатки, но сейчас уже надела их. Мне уже супер просто нравится, что получается. Ну что, стол я докрасила. Наконец-то всё выглядит в законченном виде. Ждём высыхания, но это до завтрашнего дня. И уже можно будет кушать здесь. И этот вечер я завершу вновь покраской. На этот раз труб. Покажу, каких сейчас. Мне там поставят лестницу. Буду красить коричневой краской. Поэтому я переоделась. Потому что, когда я красила стол, это ещё ладно. Там можно аккуратно покрасить и не обляпаться. А тут надо будет вертикально и трубы красить. Поэтому есть риск замораться. Поэтому я одета. Ой, я не те перчатки неяла. А где мои перчатки? Ну, красавец, да? Ну, красавец, интересно. Завазь, я подам? Хорошенько прокрашиваю, потому что ни разу не красилась И когда-то была покрасена А что-то была покрашена как дверь у гаража Краска мне нравится Что, еще выше? Лесенка такая же, считаю, таким цветом покрашена О, как высоко! Слушай, я с такой высоты вишню собирала, брала лесенку, но она еще выше А я на дерево вишневое залазила Ну-ка, попробуй, посмотрю, как будет Что-то так шатается А потом с другой стороны я поставлю лестницу, там покрасишь Сейчас сколько долезешь? Ну что, он так высоко, мне так не нравится Как-то свет, солнце в глаза, конечно, неудобно Я в том году, когда эту трубу покрасил О, какая вонючая краска Это грунтовка, да Она хорошая, она объедается в металл У нас там, сука, краски-то всякие, помаленечку осталось Чуть-чуть, той, чуть-чуть, той Солнце мне мешает Ну, крась сейчас пока Я не вижу Что он несет? Дело не в том, что она в глаза Я не вижу, что я крашу Ну да Тяжело тогда, конечно, так Если будет тяжело, значит, они краски будут Это надо, когда солнце с другой стороны светит Вот сегодня не было же солнца целый день Тут вот вечером обычно Вот я покрасила, но я не вижу, где я прокрасила Ну так высоко мне не нравится Да нет, конечно, страха высоты, но Справа, слева сильнее красим Если сейчас тяжело солнце, то лучше не красть Мне неудобно стоять Тюша, лучше не красть Я буду спускаться пока Может, начать снизу Возьми по краю Ниже, вот Вот так мне больше нравится Тут до этого слишком высоко было Может, снизу начнешь? Потом снизу идешь, потом кверху пойдешь? Вот, можно так Я так считаю Возьми очень внизу, тихонечко начни красть Да, лучше снизу еще Потом, если что, это Вверху А то я там ничего не вижу Нет, нет, не надо Слепит очень Ни к чему, ни к чему А Вот и все Займись снизу Снизу Конечно Вот и все Я же из-за плематицы хотела ее покрасить в том году Но руки не ляжут до всего этого Да, конечно Столько заботы тут все упечь Конечно, столько заботы тут все упечь А может, тебе действительно лучше оттуда перекатить? Нет, здесь я сделаю А там уже Удобнее то с этой Да зачем, чтобы потяжело катать? Здесь нормально Нет Нет Я доставлю Нет Я доставлю Нет Не 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 Здесь было достаточно прохладно Сейчас я уже давляну кожу в шортках в топике И по истечению времени хочу показать, что в итоге у нас получилось с нашей зоной отдыха рассказать, что мы новенького придумали. В общем, сегодня я продолжаю работать над этой зоной отдыха. Это заключительная моя работа. Классное место мы сделали. Просто шикарное. Во-первых, здесь у нас тенек от нашего дерева орехового. Видите, какие огромные листья. Эти листья, вся эта крона, она делает это место отдыха просто замечательным в жару летнюю. Да, мама здесь сейчас сидит, чистит лук. Мы его режем, сушим. Очень удобно здесь. Я здесь каждый день прихожу, расстилаю пледики, кладу подушки, отдыхаю. Друзья, это классное место. Я просто не могу нарадоваться. Мы здесь кушаем, обедаем, ужинаем, чай пьем. Здесь уже даже делали шашлычок. Папа перенес мангал. В общем, у нас такая здесь зона отдыха. И что вот это такое? Путем опыта проб и ошибок мы поняли, что нам недостаточно двух вот этих диванчиков. Нам хотелось бы, чтобы у нас еще вот здесь был диван, чтобы можно было сидеть вот, например, здесь третьему человеку. Там два сидит, здесь третий. Вот. И поэтому я доделываю третий диванчик, третью скамеечку. Папа мне уже краску дал. Я вчера это все сколотила. Там пришлось немножко подделать поддон, потому что он был сгнивший. Я там достала доски, выдергивала гвозди. И сегодня вот я крашу. Вот тоже в серенький цвет. Будет очень удобно. Конечно же, покажу, что у меня там по итогу получится. Но суть в том, что можно будет в том числе, допустим, лечь с краю здесь и вытянуть ноги. И это будет максимально комфортно и будет максимально доработанная зона отдыха. Так что вот если у вас есть вот такие вот поддоны, обязательно сделайте с ними что-то. Пусть они просто не лежат и не пылятся у вас. Сделайте подарок для себя, для своей дачи или для своего загородного дома. В перчаточках, конечно же, я здесь все крашу. Уже очень по-летнему. Почему вы только сейчас видите это видео? Потому что сначала я их публиковала на Дзен, и пока прошло время на Ютуб. Вот они так поздно опубликовались. Поэтому не удивляйтесь, что мы в первой части видео ходим в такой теплой одежде, в кофтах, ну потому что было действительно похолодание. Но сейчас уже все. Уже лето, уже я не могу находиться на солнце. У меня уже жарит-парит просто не по-детски. Не могу. Я вчера на солнце, когда вот это все делала, сколачивала, я просто упарилась так, что мне потом хотелось просто лежать в тени, и больше ничего не делать. Но вечерами еще, кстати, прохладно. Вот парадокс. Сейчас надо сходить даже показать, сколько в тени вот сейчас у нас температура. Докрашу сейчас и покажу. Так, сейчас постараюсь показать, фокус возьмется, не возьмется. В общем, в тени у нас на градуснике 24 градуса. Можете себе представить, сколько на солнце тогда. Ну и для завершения, наш сегодняшний день, наш огородик. Скоро сниму какое-нибудь другое видео, следующее. Все это увидите. Все эти изменения в нашем саду. Уже грушки маленькие появляются. Скоро будем есть. Куда это я показываю? На горох. Там уже стручки есть. Ну вот и все. Покрашено ложе наше. Теперь нужны сутки, чтобы эта краска высохла. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok